Сегодня 20 сентября, среда. Смотрите в выпуске новостей телеканала АСА. В Ачинске переносится старт отопительного сезона. Как это объясняют в мэрии, смотрите через минуту. Мы все взвесили, мы все оценили, решили пандемию. Ачинцы снова жалуются на работу почты. Почта отправила хорошую новость. Расскажем в выпуске. Учебный год начался с оплеухи школьнику и нервного срыва у педагога. Конфликт произошел в Канске, но для таких ситуаций география не имеет значения. Подача тепла в квартиры Ачинцев откладывается до следующей недели. Об этом сегодня заявил исполняющий полномочия мэра Ачинска Евгений Пенский. Перенос даты начала отопительного периода власти объясняют исключительно погодными условиями. Других причин, по словам Пенского, нет. Бабье лето у нас, к счастью, задерживается в городе и в крае. Поэтому дата распоряжения сегодня готовится. Дата начала будет с понедельника. Понедельник, 25 число. Прогноз мы смотрим, мониторим ежедневно. У нас включительно суббота дневные температуры плюс 19. В воскресенье будет похолодание. Поэтому с понедельника мы не дожидаемся пяти тех самых суток, когда у нас будет плюс 8. Мы будем работать на предупреждение. Поэтому, чтобы дома не остыли, с понедельника начинаем отопительный период. Теплосеть уже об этом знает. Поэтому вечером понедельник, система большая, инертное теплоснабжение. Начинаем циркуляцию, включаем насосную станцию. И уже начиная с понедельника, с вечера, я так понимаю, что... Ну, не то, что я понимаю. Я знаю, что в домах начнет появляться тепло. Напомним ранее, датой начала подачи тепла в квартиры горожан сам Евгений Пенский называл 21 сентября. Для сезона теплых батарей необходимо, чтобы среднесуточная температура держалась на отметке плюс 8. Пока, по прогнозу, нет ночных заморозков и дневные температуры выше 10 градусов. При этом в соцсетях Ачинцы уже не первый день жалуются на холод и сырость в квартирах. А вот в соседних территориях в домах уже есть тепло. Так в Назарове, Боготоле, Шарыпове и даже Минусинске отопительный период стартовал 15 сентября. В Каннске тепло в квартиры ресурсники начали подавать сегодня. Отметим, что в соцобъекты Ачинска тепло начали подавать еще на прошлой неделе. После жала про родителей на холод в группах, тепло пошло в детские сады. На сегодня, по словам Пенского, оно подано во все дошкольные учреждения. Сейчас идет подключение школ. Есть и небольшой плюс в этой истории. По словам Пенского, так как сезон стартует лишь 25 сентября, первый платеж за отопление будет только в ноябре за октябрь. Ведь показания счетчиков в теплосети принимаются до 21 числа. Николай Черемных, Алексей Любезнов, Телеканал ОСА. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На этажке снова нашли болванку от снаряда. Сообщение о дежурную часть поступило около полудня. Подозрительный предмет, как сообщили в пресс-службе полиции, обнаружил пенсионер Грибник. Кусок железа, конструктивно схожий с артиллерийским снарядом, он заметил в лесу, недалеко от базы отдыха. По нашей информации, примерно в полукилометре от гостиницы «Сосновый бор». На место выехали пожарные, полиция и спасатели. Полицейские оцепили участок. Для обследования и ликвидации найденного предмета в таких случаях вызывают специалистов инженерно-технического отделения Росгвардии. По данным пресс-службы Краевого управления Росгвардии, бригада взрывотехников уже выехала в Ачинск. Напомним, в конце июля здесь же, недалеко от озера, отдыхающие тоже находили болванку от снаряда. Тогда росгвардейцы транспортировали ее в безопасное место и с соблюдением необходимых мер обезвредили. После ЧП в августе 2019-го, когда горели и взрывались склады боеприпасов в Каменке, осколки и болванки, Ачинцы находили в нескольких километрах от воинской части. Директору Русала по экологии не удалось оправдаться. Кемеровский кассационный суд оставил в силе прежний приговор. Ранее райсуд Красноярска назначил менеджеру КРАЗа, одного из крупнейших предприятий в России, 320 часов обязательных работ. Краевой суд подтвердил законность такого наказания. Теперь директор по экологии Русала отработает, например, на благоустройстве и озеленении улиц, уборке территорий, погрузочно-разгрузочных работах или по уходу за больными. Напомним, уголовное дело о загрязнении воздуха вредными выбросами было возбуждено после прокурорской проверки. Вот как ведомство комментировало ситуацию год назад. Нарушения в деятельности завода, связанные с выбросами загрязняющих веществ, появлялись еще в 2018-2019 годах. Однако подсудимый, не считаясь выявленными контролирующими органами нарушениями, правом граждан на благоприятную окружающую среду, игнорируя угрозу их жизни и здоровью, а также многочисленные жалобы с содержанием очевидного для них вывода, что в городе пахнет русалом, допустил дальнейшее функционирование электролизного производства, сопровождающегося выбросами данного вещества гидрохлорида, а это около 30 тонн в год, без соответствующей газоочистной установки. После этого русал Красноярск приобрел и установил дополнительное газоочистное оборудование, а по результатам контрольной проверки превышения выбросов выявлено не было. Так сообщалось тогда на сайте прокуратуры. Чаще, чем дождь осенью, АЗС поднимают цены на топливо. В Красноярске второй раз за неделю выросла стоимость бензина и дизеля. Такие теперь ценники на КНП заметили коллеги из Ньюслаб. АИ-92 подорожал на рубль с 55.70 до 56.70. АИ-95 вырос в цене на 2 рубля с 61.20 до 63.20. АИ-98 сразу на 4 рубля и сегодня продается за 74 рубля 10 копеек. Дизельное топливо стало дороже на 50 копеек 69.50. Это происходит и на других заправках, пишут коллеги. Напомним, с 29 августа владельцы АЗС не могут закупить топливо. РНКНП прекратил продажу оптовикам, как утверждают предприниматели, без объяснения причин. Ранее новости АСА рассказывали, что на некоторых АЗС уже ограничивают продажи. А кто-то заявляет о возможной приостановке, если ситуация не наладится. Сет пальчики оближешь от Суши Мастер. Всего за 999 рублей. Суши Мастер. Подробности на сайте сушимастер.ру РБТ. Большие магазины и щедрые скидки. Выгода до 35%. Так 4К смарт-телевизор Хайсенс с диагональю 139 см и ЮЛЭД-экраном за 89 990. Щедрые скидки в РБТ.ру. Осень – время заботы об иммунитете. А с губернскими аптеками это еще и вкусно. Горячие напитки, натуральные кисели и морсы, чаи собственного производства. Море пользы, отличный вкус, а главное – все необходимые витамины, чтобы побороть осеннюю хандру. Приобрести можно в любой аптеке сети губернские аптеки или на сайте 24формация.ру. Ресторан «Новая крепость». Банкеты, свадьбы, корпоративы. Вкусно, уютно и недорого. Молодоженам на свадьбу люкс-подарок. Город Ачинск, улица Крупской, 28. Бронирование по телефону 68898. В МУП АГЭТ – трамвайное управление. На постоянную работу требуются мастер-смены депо, медицинская сестра, диспетчер, слесарь-электрик, водитель трамвая, кондуктор. Предоставляется жилье и соцпакет. Город Ачинск, улица Кравченко, 40, корпус 1, телефон 8-950-401-54-26. Так начался учебный год в одной из школ Каннска. У учителя нервный срыв, а ученик 4-го класса получил оплеуху. Видео снял одноклассник пострадавшего, а затем оно попало в сеть. Все произошло еще в понедельник, однако начало конфликта осталось за кадром. В школе уже началась служебная проверка, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по жестокому обращению педагога. Как сообщают в Следственном комитете, 10-летний мальчик плохо вел себя на уроки. Этим вывел из себя педагога-психолога, и она накричала на него, а затем ударила. По этой статье преподавателю грозит до трех лет лишения свободы. Не жди меня. Это, похоже, становится новым принципом работы почты Вачинске. Горожане в очередной раз жалуются на работу местного отделения. Житель Рудника Евгения Половинкина после нескольких безуспешных попыток получить посылку в офисе на ЮВР назвала ситуацию одним словом безобразие. Практически вот уже вторую неделю я не могу посылку получить. Ну, там невозможно вообще. Вот я уже три раза туда пыталась. Работают они три дня только. Работают до 18. Работаю. Я, допустим, с места своей работы уезжаю. Доезжаю туда пол восьмого, пол шестого и до шести. Там в очереди отстаю. Все, шесть закончилось. Компьютеры закрываются. Всех выпинают. Сегодня попыталась в рабочее время. Все-таки убежала с работы в нарушение всего. Я поняла, что я там полдня простою и мне прогул поставят. Получается, месяц пройдет, посылку обратно отправят. Я ее никогда не получу, чувствую. Напомним о том, что с работой этого отделения есть проблемы, новости ОСЫ рассказывали несколько недель назад. Тогда в пресс-службе Краевого управления Почты России нам ответили, что смена начальника отделения никак не отразится на его работе. Формат работы меняться не будет и люди продолжат получать услуги. Спустя время отделение перешло на трехдневный режим работы. А очереди стали собираться такие, что не каждый дождется своей. При этом в это отделение перевели клиентов из офиса на революции, которая закрылась ранее. За последние несколько месяцев свою работу остановили отделения по улицам Кирова и Льва Толстого. Проблему с работой почты Ачинцы озвучили на встрече с Михаилом Катюковым во время его визита перед выборами. В ближайшее время жду в Красноярске руководителей Почты России, в ГУБА, для того, чтобы детальный план понять, как ситуацию будем исправлять. Но мы все все прекрасно понимаем. Объем работы почты резко сократился в силу того, чтобы появились альтернативные формы. Газет мы стали читать меньше, бумажных. Паскутки ходят у нас теперь через разные другие сервисы. Поэтому физический объем денег на почте резко уменьшился. За бесплатно никто работать не хочет. Нам коллеги сейчас пока заявляют, что они собираются какие-то пересмотреть формы, систему оплаты у себя в отделениях. По итогам работы будем к этому вопросу возвращаться. Состоялась встреча или нет, но сегодня мы получили ответную реакцию. Краевая прислужба почты сообщает, что с 30 сентября возобновит свою работу отделение на Кирова 46. График работы со вторника по субботу с 9 утра до 7 вечера. Понедельник и воскресенье выходные. При этом уточняется, что пенсии, другие соцвыплаты, газеты и письма доставляют клиентам на дом семеро почтальонов. Новости ОСА продолжают книгу памяти погибших земляков. В Каннске простились с Николаем Толмаковым. Информацию о его гибели разместили местные паблики или МонТВ. На СВО он ушел по мобилизации. В интернете есть упоминание, что Николай занимался спортом, бодибилдингом. На спецоперации получил медаль Суворова. Такую награду дают за личное мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества и государственных интересов Российской Федерации в боевых действиях на суше. Погиб во время боевых действий 3 сентября. Похоронили Николая Толмакова в Каннске в понедельник. РБТ. Большие магазины и щедрые скидки. Выгода до 35%. Так 4К смарт-телевизор Хайсенс с диагональю 109 сантиметров всего за 22 490 рублей. Щедрые скидки в РБТ.ру. Интернет и телевидение от компании Синт в Ачинском районе. Скорость доступа в интернет от 50 мегабит в секунду. Более 100 ТВ каналов. Город Ачинск. Микрорайон 1 строение 55А. Дройк 2. Телефон 56-00. В Ачинское ДРСУ требуется Начальник Назаровского участка, мастера дорожные, инженер-геодезист, заведующий лабораторией или лаборант с опытом работы, специалист производственного отдела, специалист отдела главного механика, механик, слесарь по ремонту автомобилей, электромонтер, механизаторы, машинист асфальтоукладчика, машинист фрезы, машинист катка, машинист погрузчика, водитель автомобиля категории С, Б, дорожные рабочие, уборщица. Официальное трудоустройство, полный соцпакет, достойная зарплата. Телефон 70322. Город Ачинск, улица Сурикова, 17А. В компанию региональный оператор «Экотранспорт» в Ачинске требуются Грузчики, водители. График сменный 2 через 2. Официальное трудоустройство, белая заработная плата. Обращаться по телефону. Плюс 7 923 299 76 07. Или плюс 7 965 956 73. Так выглядит северное сияние в небе над Кузбассом. Житель одного из поселков сделал эти фотографии сегодня ночью. Кемеровские журналисты обратились за комментариями к руководителю планетария Оксане Красильниковой. По ее словам, это очень редкое явление для региона. Хотя в этом сентябре оно было уже дважды. Еще вспышка была с 12 по 15 числа месяца. Им любовались жители Новокузнецка. Ученые объясняют появление северного сияния в кузбасском небе вспышками на солнце высокого класса. Последний раз до этого северное сияние в Кузбассе наблюдали в 1957 году. Количество заболевших ОРВИ растет. За минувшую семидневку прирост составил более 13 тысяч. Это вдвое больше, чем недели раньше. По данным Роспотребнадзора, 50% заболевших – дети. Но в ведомстве отмечают, что такая ситуация характерна в период, когда в детских садах и школах формируются детские коллективы после каникул. И в целом по ОРВИ не превышен эпидемический порог. В регионе отмечается незначительный рост по заболевшим ковидом на уровне 1,3%. Как заявил главный врач Роспотребнадзора Дмитрий Горяев, введение дополнительных мер по профилактике распространения ОРВИ в данный момент не требуется. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Жителям Ачинской района полезно знать, что медицинский центр Терва расширил перечень услуг. Теперь ачинцы могут пройти УЗИ обследования, рентген и маммографию. Быстро, качественно и комфортно. УЗИ органов малого таза и брюшной полости, цифровой рентген с минимальной дозой облучения, цифровой маммограф, высокое качество снимков. А главное – процедура комфортна и безболезненна. Все снимки расшифровывают специалисты из Красноярска. Процедуры вы можете пройти быстро и без очередей. Индивидуальный подход, вежливый персонал и доступные цены. Рентген снимки и снимки маммографии вы получаете на цифровом носителе «Компакт-диски». Сеть медицинских центров Терва, город Ачинск, микрорайон 7, строение 1Б. Запись по телефону 3-03-33. Самые распространенные схемы мошенничества собрали в нескольких картинках. Посмотрите сами и покажите родным, близким и друзьям, чтобы они не попались на обман. На днях Ачинский пенсионер перевел мошенникам 10 миллионов рублей. И это были не только его личные сбережения. Он продал квартиру и взял несколько кредитов. При этом позже в полиции сказал, что знал все схемы, но все равно повелся. Вот самые популярные формулы, на которые попадают даже не очень доверчивые граждане. Участие в операции по изобличению мошенников. Звонящие представляются сотрудниками правоохранительных органов или банка. Требуют никому не сообщать о звонке и действовать по инструкции. Взять кредит, перевести деньги на безопасный счет. Продажа квартиры третьим лицам. Звонящий рассказывает жертве о том, что кто-то пытается продать квартиру. И нужно сделать это раньше, чтобы изменился регистрационный номер. Собственник продает квартиру, а дальше поступает требование срочно перевести деньги на указанный счет. Человек остается без квартиры и без денег. Ваш родственник попал в ДТП. Звонит якобы родственник, говорит, что попал в аварию, а голос изменился из-за поврежденной челюсти. В ДТП пострадали люди и нужно замять дело. К жертве приезжает курьер мошенников, который забирает вещи для передачи якобы в больницу, родственнику и деньги, чтобы решить вопрос с уголовным делом. Взлом личной страницы на госуслугах. Говорят о том, что страница взломана и нужно поменять пароль. Дальше поступают сообщения с кодами. После их ввода мошенникам автоматически открывается доступ ко всем данным. Проголосуй за племянницу. Приходит сообщение от знакомых с подобной просьбой. Внутри ссылка. При переходе открывается доступ ко всем данным телефона. Пока вы смотрели этот сюжет, мошенники придумывали новые схемы. Поэтому запомните три «не». Не брать трубки с незнакомых номеров. Не переводить деньги на чужие счета. А полиция и банки не звонят через вайберы ватсап. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok